Участники экспедиции «Воздушная трасса Алсип» этап поиска самолета на Колыме рассказали о планах. На следующей неделе путешественники отправятся на поиски в Ягоднинский район. Места на карте уже обозначены. Есть три точки, в которых могут находиться самолеты времен Второй мировой войны. Главная задача специалистов, по их словам, найти и зафиксировать точку, в которой находится самолет, а также идентифицировать воздушное судно. И после этого уже будет сделано отдельные две экспедиции. Возможно, это будет экспедиция уже отдельно, организованная магаданцами. Возможно, это будет также экспедиция, организованная РГО или нашим экспедиционным центром, или вообще совместная, то есть, скорее всего. И после этого уже будут два воздушных судна, если мы найдем эти два, то они будут уже подняты, и дальше с ними уже что-то. Они либо в музей уйдут. Я думаю, что один, скорее всего, останется на территории Магданской области. Ну, по крайней мере, все мы хотим их. Это было бы справедливо. Да, а один, скорее всего, уедет куда-нибудь в центральную часть, буквально большой музей, может быть, музей военно-исторический. В команде экспедиции четыре человека. Также присоединится к поискам местный житель. Этот мужчина некогда жил в поселке, который находится недалеко от места планируемых раскопок. Как рассказывает Богдан Булычев, хотелось привлечь больше людей, однако встал денежный вопрос. В проекте нет коммерции. Поддержали инициативу путешественников губернатор Магданской области и агентство по туризму Колымы. Добираться путешественники будут на машине, потом вертолетом. Также придется сплавляться по реке. Цель найти самолет, потерпевший крушение во времена Алсиба и во времена программы Ленд-Лиз, идентифицировать его, обозначить все координаты, снять об этом фото-видео-контент, который пойдет в социальные сети для того, чтобы вообще тему Алсиба и Ленд-Лиза поднять. Потому что не то, что молодежь, а даже мои сверстники, половина не знает, что это за программа и когда она была. Это подвиг пилотов времен Второй мировой войны, которые реально совершали невозможно и летели там, где даже сейчас при всех современных технологиях часть пилотов не полетела бы. Поисковая часть будет длиться в районе 10 дней от начала заброса. В тайге команда планирует оставаться в районе недели. К холодам подготовлены специальная экипировка, палатки, спальники. Члены команды будут выкладывать контент в различные социальные сети. Люди должны знать историю своей страны, особенно молодежь. Ну вот именно поэтому мы снимаем все это для соцсетей. И будет и YouTube, и Instagram, и даже видео для TikTok. И подача будет в разных соцсетях, подача будет с условием, то есть с правилом игры в соцсети, в которой она не будет. То есть где-то она будет в таком фановом, развлекательном, где-то она будет в более глубоком, в проработанном, как фильм. Где-то будет просто в красивом визуале, как Instagram. То есть для каждой соцсети мы будем делать абсолютно разный контент, но который все будут нести один и тот же мессендж. Рассказывать, что это за мероприятие было, что за программа, какая она, какой там был подвиг на самом деле совершен в этой программе, о ее масштабах, потому что многие даже не понимают, насколько это было масштабно вообще организовать. Просто вот так вот в кратчайшие сроки трассу, которая проходила по самым трудноизученным, малоизученным, малозаселенным участкам Евразийского континента нашей страны.